Девушки отдыхают Мотострелковый полк группировки «Восток» внезапно наткнулся на засаду боевиков. Бойцы не могли поднять головы из-за шквального огня. На помощь мотострелкам была отправлена засекреченная снайперская группа. Ее бойцы применили против нападавших новое оружие, имевшее необычно высокую эффективность поражения цели. Пуля попала в район живота, куда-то туда, и просто человека порвало напополам. И все это огонь велся на дальности примерно метра 800. Снайперы за короткий срок переломили ход боя. Потеряв несколько машин и около пяти десятков человек убитыми, террористы отступили. Был уничтожен и главарь банды Хасан Долгуев. Мотострелки с приданной снайперской группой продолжили наступление на грозе. Через месяц нашей работы при мотострелковом полку и гибели от стрелкового оружия практически свелось к нулю. Успех антиснайперского отряда федеральных войск и их новейшего оружия посеял панику в рядах бандитов. Но его тайну они так и не узнали. Снайперское оружие на поле боя грозная сила. Но приходилось ли вам видеть когда-нибудь винтовку, способную на дальности полтора километра одним выстрелом уничтожить тактическую ракету на старте или подбить бронетранспортер? Недавно такое оружие появилось. И сегодня наш фильм впервые расскажет о создании новейшей крупнокалиберной и пока еще секретной винтовки АСВК Корт. Сверобой 15 сентября 1916 года. Франция. Первая мировая война. В сражении на реке Сонме английские экспедиционные войска впервые в истории бросили в бой 18 танков. Диковинные машины поставили немцев в крайне затруднительное положение. Полевая артиллерия и пехота немецкой армии были не приспособлены для борьбы с подобной боевой техникой. Секретный. 28 сентября 1916 года. Берлин. Кайзеру Германии Вильгельму II. Применение танков армиями стран Антанк требует от нас принятия срочных мер по разработке надежных крупнокалиберных средств противотанковой борьбы. При этом они должны быть простыми и дешевыми в производстве. Верховный главнокомандующий фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. В России к необходимости использования средств крупного калибра против танков пришли много позже. Их будущий создатель, слесарь Василий Дегтярев, тогда лишь помогал конструктору Владимиру Федорову создавать первые в мире 6,5-мм автоматы. Несмотря на боевую практику и положительные отзывы, полученные в декабре 1916 года на Восточном фронте, это оружие в серию не пошло. Военное руководство предпочитало отечественным разработкам иностранные, но уже в те годы Дегтярев заставил считаться со своим мнением даже именитых западных конструкторов. Однажды в мастерскую Василия Дегтярева обратился известный американский оружейник Браунинг. Оказывается, образец винтовки, которую он предлагал для царской армии, вышел из строя. Не справившись с поломкой самостоятельно, Браунинг попросил о помощи. Василию Алексеевичу понадобилось всего несколько минут, чтобы устранить дефект. Обрадованный конструктор тут же предложил мастеру солидную сумму американских долларов. Категорически отказавшись, Василий Алексеевич посоветовал американцу покрепче приладить штык, чтобы он не соскакивал и не мешал прицелу. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске правительство Советской Республики подписало мирный договор с Германией. Через неделю решением главного артиллерийского управления Владимир Федоров и Василий Дегтярев были направлены в город Ковров для налаживания выпуска нового секретного оружия. Оружие и сейчас оно разрабатывается не только у нас, а это в любой стране одни и те же законы, оно считается секретным. А когда оно уже попадает в армию, вот тут она со временем и рассекречивается. Март 1921 года. В Советской России царствовали разруха и голод. Десятый съезд партии большевиков был вынужден принять решение о переходе к новой экономической политике. В это время в Коврове, где производились первые автоматы, опытная мастерская Дегтярева была реорганизована в заводское проектно-конструкторское бюро. Именно там прошло становление легендарных оружейников Сергея Симонова, Георгия Шпагина, Петра Горюнова, Семёна Владимирова. Не создают оружие умельцы-одиночки. Умельец-одиночка остался в 1907 году, вот когда они сделали автомат, который стрелял. А всё остальное – это создание научно-производственной школы. Осень 1929 года. Белоруссия. В районе Бобруйска состоялись крупнейшие манёвры Красной Армии. 19 сентября в бой против обороны Красных командование «Синих» неожиданно бросило танки «Русский Рено» и новейшие МС-1. С воздуха их прикрывали истребители-бомбардировщики «Брэгэй Спат», пилотируемые лётчиками НИИ ВВС. Обороняться пехоте было нечем. По итогам учений нарком обороны Ворошилов поручил Дегтярёву срочно создать ручной крупнокалиберный пулемёт. Василий Алексеевич и его ученик Георгий Шпагин работали без устами. Был найден оптимальный калибр 12,7 мм. В результате появился знаменитый ДШК. Этот и другие дегтярёвские пулемёты произвели настоящую революцию в военном деле и позволили к концу 30-х годов вооружить ими всю Красную Армию. Отныне бойцы могли с успехом бороться не только с живой силой, но и с наземными, воздушными и бронированными целями противника. За изобретение ручного пехотного пулемёта конструктор был поощрён личным подарком Климента Ворошилова автомобилем «Форд». В коллекции Дегтярёва, помимо «Форда», подаренного Ворошиловым, был знаменитый мотоцикл «Харлей Дэвидсон». На «Харлуши», как его любовно окрестил Василий Алексеевич, он любил по выходным кататься вместе со Шпагиным и даже участвовал в модных тогда мотопробегах. Когда учитель и ученик готовились к одному из таких мотопробегов, с ними едва не случилась беда. В Москве Харлей Дегтярёва столкнулся с трамваем. Мотоцикл восстановили, однако с тех пор конструктор к езде на нём охладел, а позже и вовсе продал. Заслуги Василия Дегтярёва были оценены не только наркомом обороны. Учёный Совета Артиллерийской Академии без защиты диссертации присвоил ему, окончившему всего три класса церковно-приходской школы, степень доктора технических наук и звание профессора. Но самой ценной для Василия Алексеевича стала звезда Героя социалистического труда под номером два. Первую получил сам Иосиф Сталин. Дегтярёв превратился из действительно слесара, каким он был сначала, у большого учёного. И производственника в том смысле, что они начинали строить вместе с Фёдоровым производство на совершенно новых принципах. Дегтярёв, помимо того, что это выдающийся конструктор, это прежде всего создатель системы проектирования. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Мало кому известно, что почти за два года до фашистского нападения на СССР на Западной Украине произошёл первый бой между советскими и немецкими танкистами. 19 сентября в районе Львова передовые части Красной Армии, занимавшие свою зону ответственности по двустороннему пакту Молотова-Ревентропа, внезапно были встречены плотным огнём. Нехватка новейших средств борьбы с танками привела обе стороны к значительным потерям. Учитывая полученный опыт, артиллерийское управление РККА выдало конструкторам срочное задание создать крупнокалиберное противотанковое ружьё. Весной 1940 года ПТР сотрудника КБ научно-испытательного полигона Николая Рукавишникова было принято на вооружение. Однако Адвер затеял советской разведкой сложную игру по дезинформации. Были подброшены документы с чертежами тяжёлых и сверхтяжёлых немецких танков, у которых броня превышала 100 мм и достигала 150 мм. Фальшивки немецкой разведки достигли своей цели. В СССР посчитали, что против таких якобы толстобронных машин окажутся бессильными не только противотанковые ружьи, но и даже пушки среднего калибра. Выпуск ПТРов прекратили. Ошибку помогла осознать лишь трагедия, связанная с началом Великой Отечественной войны. Тогда, только за первых 18 дней приграничных боёв, войска Западного фронта потеряли почти полмиллиона человек. Совершенно секретно, срочно. 4 июля 1941 года. Москва. Наркома вооружения СССР Дмитрию Фёдоровичу Устинову. Фашистские армии наступают с самой разнообразной и далеко не первоклассной техникой, включая трофейные французские танки «Рено» и устаревшие немецкие танки «Т-1» и «Т-2». Противостоять вражеской бронетехнике может ПТР «Рукавишникова» калибра 14,5 мм, снятая с вооружения. Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Семён Константинович Тимошенко. 8 июля 1941 года главному военному совету вторично было представлено ружьё «Рукавишникова». Но препятствием для возобновления выпуска ПТР послужили сложность конструкции и дорогое производство. В условиях фашистской агрессии это было недопустимо. Тогда Сталин срочно привлёк к разработке новых ружей конструкторов Василия Дегтярёва и его ученика Сергея Симонова. Срок был предельно жёстким. Месяц. По прямому поводу Сталин звонит. Василий Алексеевич, надо такое-такое дело, надо сделать вот противотанковое ружьё. Как можно проще, как можно быстрее, чтобы нам загородить Москву. Я помню только слова, что, Василий Васильевич, всё будет сделано, это мы не задержим. Постараемся как можно в коротчайший срок сделать. Чтобы выполнить задание Сталина и создать своё знаменитое крупнокалиберное ПТРД, Дегтярёву и его помощникам понадобилось всего 22 дня. В мастерскую, где пришлось жить всему коллективу, доставили различные системы пулемётов, винтовых, винчестеров, карабинов и даже трофейное немецкое ПТР. Учёл Василий Алексеевич и заводской опыт Семёна Владимирова, разработавшего накануне войны два опытных образца крупнокалиберных противотанковых ружей. Особенно тяжело мастеру давалась конструкция подвижного ствола. Но однажды в два часа ночи ему принесли чай. Засмотревшись на массивный подстаканник, Василий Алексеевич вынул стакан и опустил его вновь. Именно в этот момент ему в голову пришла блестящая идея спрятать ствол противотанкового ружья в трубу. А для амортизации внутрь её он добавил пружину. После этого ствол стал двигаться в трубе, словно поршень в цилиндре. Когда ПТРД было готово, его привезли в наркомат вооружения. К испытаниям был допущен и образец Симонова, который понравился Дегтярёву. Решить судьбу экспериментальных ПТР мог только лично Верховный Главнокомандующий. 29 августа 1941 года Сталин вызвал конструкторов к себе в кабинет. На столе они увидели свои ружья. Заметив волнение, Иосиф Виссарионович успокоил их. Оба образца приняты на вооружение. 16 ноября 1941 года в районе деревень Петерина-Ширяева под Москвой принял неравный бой с фашистскими танками 1075-й стрелковый полк Панфиловской дивизии. У пехотинцев имелось всего 11 противотанковых ружей. Это было первое боевое крещение удильщиков. Так окрестили в войсках ПТРщиков за двухметровую длину крупнокалиберных ружейных стволов. Вместе с солдатами, метавшими гранаты из зажигательной бутылки, бронебойщики в первом бою у стен столицы уничтожили 10 танков и несколько бронемашин врага. ПТРы позволяли бойцам с минимальными стрелковыми навыками чувствовать себя на поле боя снайперами. Примерно 150-200 метров мы открыли огонь. Я сделал три выстрелы. На третьем выстреле я увидел, что мой бронетарспортер загорелся. Я еще и произвел несколько выстрелов по бронетарспортеру. Он обнялся пламенем. Солдаты побежали из кузова. По ним открыли огонь. Красноармейцы поверили в новое оружие. В подбитых немецких танках после боя можно было обнаружить до 18 сквозных пробоин. В ожесточенных боях с немецкими пантерами, фердинандами, а позже тиграми родилось народное название ПТРД – «Зверобой». Во время боев на Курской дуге под Орлом неожиданно обнаружилось еще одно достоинство ружья. Бронебойщик Денисов сбил с его помощью два вражеских бомбардировщика. Этот эпизод лег в основу произведения Михаила Шолохова «Они сражались за родину», по мотивам которого был снят одноименный художественный фильм. Ух ты, Сашка! Долетался! Твою в крови, на мать-то! Секретно. 18 февраля 1942 года. Берлин. Министру вооружения Германии Альберту Шпееру. Состоящие на вооружении русских противотанковые ружья значительно превосходят по эффективности наше ПЦБ-39 калибра 7,92 мм. Необходимо в срочном порядке разработать собственное оружие аналогичного калибра. Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер. До появления в самом конце войны фаустпатрона на вооружении дермахта так и не было принято ничего более эффективного. Немцы с удовольствием использовали советские трофейные ПТРы под индексом ПЦБ-783Р, что означало «русские». Когда Красная Армия достигла превосходства в танковом вооружении и противотанковой артиллерии, ПТРы утратили свое значение. Их выпуск прекратился в январе 1945 года. Только после войны Василий Алексеевич позволил себе попросить первый отпуск, будучи уже тяжело больным человеком. Ну, к сожалению, болезнь уже была запущена, спасти. Ну и потом надо учитывать, что человек был уже немолодой. Что все-таки в 60-летнем возрасте такое напряжение дается человеку тяжелому. 16 января 1949 года Василия Дегтярева не стало. Осиротела его большая семья, трое сыновей и шесть дочерей. В память о выдающемся конструкторе его имя было присвоено Ковровскому заводу. Но его разработкам еще суждено было сыграть важную роль в истории страны. Октябрь 1950 года. В Коврове из состава завода имени Дегтярева было выделено самостоятельное механическое предприятие. Тихий, закрытый провинциальный городок стал настоящей кузницей стрелково-пушечного вооружения союзного значения. Одновременно дегтяревцам было поручено выпускать 12 наименований гражданской продукции, включая знаменитые мотоциклы Ковровец и Восфор. После войны крупный калибр, позволявший бороться с бронетехникой и огневыми точками на дальней дистанции, оказался недооцененным. Зато новый импульс к развитию получило снайперское оружие. В 1963 году на вооружение была принята знаменитая СВД ижевского конструктора Евгения Драгунова. Интересно, что главным соперником на конкурсе тогда у него был Ковровец Александр Константинов со своей самозарядной винтовкой. Он же придумал первый автомат по схеме «Буллпап». Его опыт позже пригодится дегтяревцам при создании крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК «Корт». Тем не менее, вплоть до 70-х годов Советский Союз серьезно отставал от Запада в области создания снайперского оружия. До опыта боевых действий в Афганистане тема снайпинга была запущена в вооруженных силах. Были утрачены великолепные традиции, которые были во время войны и которые поддерживались все какое-то время после войны. Американские вооруженные силы впервые столкнулись с необходимостью более эффективного использования снайперов уже в ходе войны в Корее. И в 1955 году при пехотной армии США была создана первая снайперская школа, просуществовавшая два года. Начавшаяся в 64-м году война в Вьетнаме вновь выявила острый дефицит высококлассных стрелков. Партизанские засады серьезно подрывали боеспособность рейнджеров. В действующей армии в экстренном порядке были организованы курсы снайперов, и это принесло свои результаты. Совершенно секретно. 30 марта 1967 года. Москва. Начальнику главного разведывательского управления Генерального штаба вооруженных сил СССР генерал-полковнику Петру Ивановичу Ивашутину. Во Вьетнамской долине двух слонов активизировалась деятельность спецподразделений вооруженных сил США. В последнем бою два снайпера из 1-й дивизии морской пехоты уничтожили целую роту северо-вьетнамских военнослужащих в количестве 80 человек. Военные атташе при посольстве СССР в Демократической Республике Вьетнам. В отличие от американцев, делавших ставку на стрелков-одиночек, в советской армии снайперы входили в состав строевых отделений многострелковых частей. В каждом полку насчитывалось 27 бойцов, вооруженных 7,62-мм СВД. Впоследствии, во время войны в Афганистане, спецгруппы отряда КГБ «Альфа» включались по два стрелка с винтовками Драгунова. Однако в столкновениях с хорошо оснащенным противником использование этого оружия не всегда приносило успех. Начнем с того, что она хороший жилет, она не бьет. Пуля все-таки легкая. Ну, ограниченные возможности как по внутренней, так и по внешнему болезни. Подразделения 40-й армии несли большие потери, так как душманы вели прицельный огонь с господствующих высот из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Опыт войны в Афганистане заставил военных специалистов изменить тактику применения снайперского оружия и улучшить его качественные характеристики. Январь 1987 года. Москва. На очередном пленуме генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев признал преждевременность избранного им курса на ускорение и властность. В стране нарастающими темпами прогрессировало падение производства. Возник острый дефицит товаров. Непродуманная попытка конверсии и прекращение государственного финансирования новых разработок осложнили положение оборонно-промышленного комплекса. Крупный оружейный гигант завод имени Дегтярева перешел на выпуск швейных машинок. Перестройку болезненно восприняли многие советские люди. Не стал исключением и инженер-конструктор из Коврова Вячеслав Негруленко. Это сам ушел. С боем ушел с завода. С боем. Об этом мы говорить не будем. Это жизнь. Перестройка, она по многим очень больно ударила. В том числе и по мне. После ухода с Дегтяревского завода Вячеслав Негруленко был вынужден 5 лет трудиться в КБ по проектированию гражданских автоматических роторных линий. 17 января 1991 года. Зона Персидского залива. Вооруженные силы США и их союзников начали операцию против Ирака в муре пустыни. В ответ армия Саддама Гусейна стала систематически обстреливать американские казармы в Саудовской Аравии оперативно-тактическими ракетами СКАД советского производства. Мы, конечно, следили, я каждый день знал, мне разведные данные доходили. Сколько выпустили ракет, по каким целям, какие результаты и так далее. Я министру обороны каждое утро докладывал за сутки отчет по этому вопросу. И американские знаменитые вот эти патриот не могли сбивать эти ракеты. Безуспешная охота за жесткими целями ракеты МСКАД заставила специалистов Пентагона задуматься о возможности применения против них нетрадиционного оружия. Совершенно секретно. 21 июня 1991 года. Москва. Министру обороны, маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову. По итогам войны в Персидском заливе в США приступили к созданию в составе сил специальных операций снайперских групп для уничтожения пусковых ракетных установок противника на сверхдальних дистанциях. Каждая группа вооружена винтовками калибра 8,58 и крупнокалиберными 12,7 мм. Аналогичные подразделения формируются в экспедиционном корпусе морской пехоты. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Генерал армии Владлен Михайлович Михайлов. Изучив разведывательную информацию, советские военные эксперты также пришли к выводу, что крупный оружейный калибр в 12,7 мм может быть использован для уничтожения нетрадиционных для него жестких целей. Но экономическая ситуация в стране в начале 90-х помешала созданию подобных снайперских винтовок и повлияла на положение завода имени Дегтярева в целом. К сожалению, в это время завод занимался в основном серийным производством изделий. А конструктор работал чаще всего на полку. Были замечательные идеи, которые так и остались только в чертежах. Возрождение, я бы даже сказал, начало крупных разработок, которое продолжилось в 90-е годы, как раз и связано с отрезвлением. Афганистан, Чечня показали, что нельзя рассчитывать на то, что старыми образцами можно также успешно воевать. 11 декабря 1994 года началась первая военная кампания по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике. В ожесточенных боях с боевиками российские военнослужащие несли колоссальные потери от действий снайперов. Снайпер располагался, скажем так, на большом расстоянии. Передовые бойцы вызывали панику, ураганным обстрелом. Открывался ответный огонь. Снайпер, находясь вне зоны поражения, спокойно засекал огневые точки и очень эффективно поражал командиров. И боевой расчет. Армии стали необходимы особые антиснайперские подразделения с мощными винтовками. Климовскому институту точного машиностроения было поручено выработать концепцию высокоточного крупнокалиберного снайперского оружия и создать специальные боеприпасы. К производству винтовки, учитывая богатый оружейный опыт ковровцев, главное ракетно-артиллерийское управление привлекло конструкторов завода имени Дегтярёв. За дело взялись ведущие инженеры во главе с Вячеславом Негруленко. В 1995 году назрела необходимость создания снайперского оружия большего канибра, чем существующая в то время винтовка СВД. И была открыта научно-исследовательская работа по исследованию возможности создания снайперской винтовки колебра 12,7 мм. Трудностей на пути появления новой винтовки было немало. Ситуацию усложняло тяжелейшее финансово-экономическое состояние завода. Руководство было вынуждено перевести коллектив на четырёхдневку и даже обратиться за помощью к президенту России Борису Ельцину. Но только энтузиазм конструкторов позволил решить поставленную задачу. Опираясь на опыт, полученный при производстве 12,7-мм пулемёта «Корт», дегтярёвцы в кратчайшие сроки создали крупнокалиберную винтовку. Теперь предстояли испытания, результаты которых были непредсказуемы. Многие помнили трагический случай, произошедший за два года до этого с одним из конструкторов. Я захожу вместе с этим человеком, он прилаживается и производит выстрел. Выстрел жутко громкий, как будто бы всё рушится со стены. И он падает. Я его подхватил, зашли, помогли, вытащили в коридор. В общем, разорвало оружие. Почему? Я до сих пор не могу выяснить причину. Параллельно с испытаниями крупнокалиберной винтовки, СНИ, Точмаши, шли работы по созданию особого снайперского боеприпаса. Для повышения эффективной дальности стрельбы он должен был обладать бронебойным и бронебойно-зажигательным действием. Специально для СВК Корт разработан мощнейший снайперский патрон. По сравнению с обычной 7,62-мм винтовкой, его пуля имеет втроем меньший ветровой снос. А её стальной сердечник закалён на 64 единицы по шкале Роквелла. Кстати, твёрдость алмаза 70 единиц. Это позволяет новейшей винтовке дегтярёвцев на дальности километр пробивать 10-мм броню любой защищённой техники. Необходимость новой винтовки в войсках была столь высока, что Минобороны отказалась перенести дату её сдачи, несмотря на то, что главный конструктор оказался в больнице с переломом ноги. Лёжа в больнице, Вячеслав Иванович не мог успокоиться. Я вот его посещал, все разговоры у нас шли. Винтовки о том, что нам сделать. На первом этапе войсковых испытаний соперниками Ковровцев были их коллеги из Тулы со своим образцом В-94. Стрельбы новыми патронами дали потрясающий результат. Точность попадания превзошла все ожидания. И военные отдали предпочтение АСВК Негруленко. Винтовка, по сравнению, скажем, с В-94, с той же самой, более продумана, компоновка более эргономично сделана. На государственные испытания винтовка Виктерёвцев была рекомендована в единственном бесконкурентном варианте. Это была настоящая трудовая победа заводского коллектива. На протяжении ряда лет завод имени Дегтярёва разрабатывал новую винтовку на собственные средства. Поэтому не случайно в названии утвердились две равнозначные аббревиатуры. АСВК – армейская снайперская винтовка крупнокалиберная и КОРТ – ковровские оружейники-дегтярёвцы. По решению Минобороны, участие в госиспытаниях АСВК приняли офицеры и солдаты из всех военных округов. Благодаря несложной конструкции, военные освоили опытную снайперскую винтовку в течение нескольких часов. Винтовку АСВК КОРТ отличает оригинальное конструктивное решение. Во-первых, она не автоматическая. Для уменьшения размеров винтовки выбрана нетрадиционная компоновочная схема «булл-пап», когда все подвижные части спрятаны в приклад. При этом вес винтовки составляет всего 12 килограммов. И, наконец, особый четырёхкамерный дульный тормоз, расширяющий выход газов при выстреле. Он более чем в половину уменьшает энергоотдачу и видимость вспышки. А это именно то, что нужно снайперу. В 2001 году Федеральная пограничная служба России, первой из силовых ведомств, приняла на вооружение крупнокалиберную винтовку АСВК КОРТ. По отзывам специалистов, она очень удобна для стрельбы на пересечённой и в горной местностях, для поражения снайперов и лёгкой техники противника. Винтовка была поставлена в погранотряды, прикрывающие южные рубежи России. Совершенно секретно. 23 февраля 2003 года. Москва. Директору Федеральной пограничной службы Российской Федерации генерал-полковнику Константину Васильевичу Тотскому. На участке Пяншского погранотряда были обнаружены пять наркоконтрабандистов, переправившихся из Афганистана через реку Пянш. При попытке скрыться на поджидавшем их автомобиле УАЗ-469 был открыт огонь на поражение из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК КОРТ. В уничтоженной машине обнаружены пакеты героина общим весом около 102 килограммов. Начальник погрангруппы Федеральной пограничной службы Российской Федерации в Республике Таджикистан. Незаменимой АСВК КОРТ оказалось и при уничтожении ракетных установок, радиолокационных и артиллерийских систем. На значительном расстоянии винтовка способна поражать летательные аппараты и малые суда. По признанию специалистов, с таким мощным оружием, не знающим преград, мотострелковые и специальные подразделения становятся сравнимы с ударными авиационными комплексами. В июне 2005 года винтовка дегтяревцев прошла всесторонние испытания и по линии Министерства внутренних дел России, активно развивающего полицейский снайпинг. Боевые характеристики АСВК КОРТ позволили руководству МВД принять ее на вооружение милицейского спецназа. Это поражение транспортных средств, подозреваемых на террористические намерения. Это контрснайперская борьба, причем с явным преимуществом по дальности стрельбы. Поражение стрелков, находящихся за укрытиями. Поражение стрелков, находящихся вне зоны досягаемости обычного стрелкового оружия по дальности. Получил высокий оценок наших специалистов, наших снайперов. Конструкторы-дегтярекцы, окрыленные признанием достоинств винтовки, не стоят на месте. Другая, сейчас проблема стоит. Новые снайперсы винтовку. Новые снайперсы винтовку. Сейчас уже в нее уезжают. Сейчас о нем только, о ней. Своих разработках конструкторский коллектив опирается на опыт, полученный в процессе использования не только их оружия, но и винтовок стрелков-спортсменов. Бенч-рест. Одно из самых современных направлений спортивного снайпинга. Уровень наших спортсменов характеризуется результатами, которые они достигают. Нам принадлежит рекорд национальной Австралии на 1000 ярдов. Нам принадлежит победа в США на родине бенч-реста на 1600 метров, на 1000 ярдов. И победа в коротком бенч-ресте до 300 метров. Нам тоже, в общем-то, мы достаточно хорошо выступаем. Цель бенч-реста – достижение максимальной кучности стрельбы высокоточными боеприпасами из нарезных винтовок и выработка новых стрелковых методик. Стрелок стремится поразить цель диаметром всего в 1,5-3 см на расстоянии до 2 км. Это равносильно попаданию пули в глаз белки или зайца. Успех состязаний решают только миллиметры. Бенч-рест по праву сравнивают с автомобильной формулой 1. Ведь винтовки и экипировку для него необходимо постоянно совершенствовать. В феврале 2001 года по инициативе представителей Национальной ассоциации бенч-реста был проведен открытый чемпионат России по снайпингу. На нем выступили снайперские пары основных силовых ведом страны. Итогом состязаний стали основополагающие выводы, определившие перспективу развития стрелкового вооружения. Снайпинг, снайперская стрельба, снайперское вооружение, оно очень сильно подпитывается технологиями из бенч-реста. Как в плане материальной части винтовки и патрона, так и в плане стрелковых методик, подготовки. Больше черпать технологии неоткуда в вооруженном мире. Сегодня, анализируя все полученные результаты, дегтяревцы работают над обликом винтовки будущего. По мнению заказчиков и конструкторов, она должна быть более компактной и точной. При ее создании будут использованы композитные материалы. На винтовку установят электронный прицельный комплекс, автоматически определяющий данные для стрельбы. Изменятся и боеприпасы. Разработчики хотят резко поднять пробивную мощь пуль. Одно из направлений – использование реактивной тяги. Как только новая пуля соприкоснется с целью, мгновенно сработает крохотный заряд. И сердечник с огромной силой вонзится в цель. 3 октября 2004 года. Город Доха. Пятая международная выставка специальных видов оружия. Мирипол Катар-2004. У стенда Ковровского завода имени Дегтярева столпилась большая группа посетителей. Среди них выделялся шейх Катар. Присутствующих сразу заинтересовал крупнокалиберный пулемет Дегтяревцев. Особенно секрет его способности пробивать 16-миллиметровую броню легкого танка на дальности в полкилометра. В общем-то особых секретов нет. Калибр известен, число нарезов известно. Да все известно. Что в винтовке, что в пулемете. Но попытались друзья там поковыряться, разобрать. Собственно, это почти ничего не дает. Все в нюансах. Секретов особых мы и не делали. От американцев поступило предложение об установке пулеметов Корт на катера. Подобный ажиотаж вокруг ковровского оружия со стороны зарубежных специалистов превзошел ожидания отечественных экспертов. Но в заделе у завода имени Дегтярева есть еще один мощный козырь. Крупнокалиберная винтовка АСВК Корт. Ее образец на внешние рынки ковровцы пока еще не выставляли. Винтовка имеет отличные характеристики боя, надежно выполняет свои задачи и можно выразить уверенность в том, что она имеет серьезный потенциал, в том числе и экспортного назначения. В настоящее время винтовка АСВК с успехом прошла все стадии испытаний по линии Министерства обороны и стала поступать на вооружение российской армии. Если что-то можно доказать делом, то незачем тратить слова. Эта философская мысль в очередной раз реализована ковровскими оружейниками. Винтовка АСВК Корт позволяет успешно взламывать любые объекты противника на дальних дистанциях и помогает командирам выполнять важнейшую обязанность сохранять жизни солдат на поле боя. Редактор субтитров А.Семкин